Иду вчера по улице, там смотрю лужи, слякоть, а туда-сюда, туда-сюда несутся разные машины, и брызги во все стороны летят. А смотрю впереди идет один мужик, и все машины его почему-то аккуратно обходят. А потом догоняю и вижу, оказывается у него в руках кирпич. Сидит на дереве ворона, а в руках у нее, в клюве у него сыр. Мимо пробегает лисица, поднимает голову и видит, ворона, ворона, дай сыр. Ворона молчит, ворона, ворона, ах, какая ты красивая. Ворона молчит, ворона, ворона, а сыр-то отлавленный. Ворона говорит, врешь. Серый волк катался по земле и корчился от боли. И он еще не знал, что красная шапочка имеет не только красную шапочку, но еще и черный пояс по карате. Утро мужик с водуна просыпается, открывает кредку с попугаем, открывает шторы, идет на кухню, открывает холодильник, наливает себе водки, выпивает, потом ставит в холодильник, идет обратно, закрывает шторы, накрывает попугая и ложится спать. Попугай говорит, да ничего себе длинный день указался. Волюбчика. Я на своем горьком опыте убедился, что если на часах написано, в этих часах можно плавать, то это указывается, касается только тех, кто умеет плавать и без часов. Да, ко всем можно найти подход. Например, к тем же рокерам. Почему бы не выделить им автобус без глушителя и организованно катать их по городу? Некоторые ученые утверждают, что если куров не доить, они могут умереть. Некоторые женщины, видимо, тоже придерживаются такого мнения по отношению к мужчинам. А кто это делает? Дашник, увидев на своей яблоне, соседского мальчика, ему говорит, Вовочка, слезай с дерева, я хочу поговорить с твоим отцом. Вовочка поднимает голову и говорит, Папа, ты слышал? Дед Петруха хочет с тобой поговорить. А ежи. На прошлой неделе, во время зимней рыбалки на Московском море, Дед Петруха вытащил акулу, но решил отпустить назад, потому что никто бы не поверил. Да и сам он начал сомневаться, потому что к тому времени уже изрядно выпил. Подписываемся, кликаем на колокольчик. Продолжение следует...